Славься Бог Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Преображение». 11 января Святая Православная Церковь празднует память преподобного Лаврентия Черниговского. В настоящей передаче мы поговорим об этом замечательном светом. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий! Добрый день, отец Павел! Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, каким было происхождение будущего святого. Будущий великий святой преподобный Лаврентий Черниговский происходил из простой, но благочестивой крестьянской семьи. Он родился в 1868 году в селе Карелевское Черниговской губернии. В их семье было семь детей, причем он был шестым по счету предпоследним. Родители его, Евсевий и Христина, были благочестивыми православными христианами, которые старались дать своим детям соответствующее воспитание. Но это не могло быть полностью осуществлено просто потому, что отец преподобного Лаврентия, которого тогда звали еще Лука, он скончался, когда будущему святому было всего несколько лет, он был совсем еще маленьким ребенком, в раннем возрасте потерял отца. И в последующие годы воспитанием Луки, как и его других братьев и сестер, занималась уже только его мама Христина. Ей это тяжело давалось, тем более, что она сама была очень болезненна от природы. И уже начиная буквально с раннего детства, Луке пришлось очень много трудиться просто для того, чтобы самого себя обеспечить пропитанием. Какое образование получил Лука Евсеевич Проскура? Вот здесь мы видим такую черту, которая подчеркивает незаурядность этого человека уже с ранних лет. То есть в таком тяжелом положении, в те годы, наверное, многие люди оказывались, это в целом были довольно трудные времена, когда совсем буквально недавно было отменено крепостное право, и многие порядки были еще довольно сложными для становления молодых людей. Но вместе с тем мы видим, как таланты будущего святого проявляли себя. То есть помимо той работы, которую он исполнял по необходимости, пас коней, стада, коров и так далее, он еще и проявлял особую способность к разного рода ремеслам. В частности, он выучился партняжному ремеслу и был профессионально партным. И у него была большая тяга к музыке. Он самостоятельно научился играть на скрипке, а это весьма нелегко. Скрипка – это тяжелый инструмент для того, чтобы на нем исполнить какие-то мелодии. И ему очень нравилось играть на этом инструменте, так что бывало, рано утром он поднимался и всех будил своими мелодиями, которые он играл на скрипке. Просто потому, что это была потребность его души. Ну, а образование в целом он получил в своей сельской школе. Понятно, что это было, скорее всего, какое-то образование довольно простое, начальное. Но все-таки там было несколько классов в этой школе. И примечательно то, что, будучи учеником старших классов, он уже преподавал в младших классах. То есть его способности настолько превосходили всех остальных его сверстников, что в случае необходимости он мог заменять учителя для своих младших товарищей и преподавал им те науки, которые он уже ранее изучил. Это говорит о том, что он природу был очень одаренным человеком. И эта одаренность носила как интеллектуальный, так и духовный характер. А чем было замечательно то время, которое преподобный Лаврентий провел на святой горе Афон? Ну, это было уже несколько позже. То есть в 12 лет он начал руководить хором в своем собственном селе. В 14 лет он уже считался регентом, проводил спевки у себя на дому. И хор, которым он руководил, в своей собственной церкви, в своем селе отличался очень хорошим звучанием, которое было, с одной стороны, и очень чистым, мелодичным. Это было не просто каким-то, знаете, пением, а просто ради того, чтобы петь по необходимости. А это уже был какой-то уровень. И плюс к тому был явный такой вот молитвенный настрой в этом пении и четкое соблюдение устава. И по совокупности факторов это был хор, который просто уже выделялся на общем фоне. Так что известность Луки Проскуры, как регента, скоро вышла далеко за пределы. И даже правящий архиерея Черниговский, владыка Антоний, узнав об этом, решил, что надо бы его привлечь к себе. Это произошло уже в те годы, когда Лука поступил послушником в Рыхловский мужской монастырь, который был недалеко от их села. И вот как послушника, который был уже в ведении монастырского начальства, его перевели в Троицкий мужской монастырь, в сам город Чернигов. Для того, чтобы он был с одной стороны регентом хора, а с другой, чтобы он учил семинаристов к церковному пению. И, как мы видим из его жизнеписания, он прекрасно справлялся с этими обязанностями. И также в этом Троицком Черниговском монастыре он принял постриг. То есть вот в 20 лет он уже принял монашество. Он бы это раньше сделал, но мама его просила, чтобы он ее не покидал до ее смерти. И дождался, пока она приставилась. И с честью ее похоронив, он уже после этого был предоставлен сам себе и принял монашеский постриг. В 27 лет он стал иеромонахом, затем игуменом, архимандритом. И вот в годы его монашеского становления, это был конец XIX века, он ездил на гору Афон. Считается, что три раза он туда ездил и пробыл там некоторое время. Очевидно, это было связано с его совершенствованием именно в практике умного делания. Потому что в последующие годы, уже в зрелые годы и в поздние годы его жизни, в старости, он был очень большим приверженцем молитвы Иисусовой. И всех, кто к нему приходил, он оставлял в том, что обязательно нужно заниматься умным деланием, творить молитву Иисусову. Но что касается монашеского, он считал, что никакие другие монашеские подвиги без молитвы Иисусовой будут недостаточны. Потому что это будут внешние добродетели. А надо, чтобы именно изнутри, из сердца человека лилась вот эта молитва, которая является источником благодатного освящения и для духовного, и даже для телесного состава человека. Как Вы думаете, почему преподобный не остался на Афоне, а вернулся на Родину? Тут могли быть разные причины. С одной стороны, мы видим, что были чисто внешние притеснения русских монахов на Афоне. Ведь не случайно тот же самый преподобный Кукша Одесский был вынужден тоже вернуться на Родину. Просто потому, что правительство греческое, оно всячески противодействовало тому, чтобы русские монахи были на Афоне. Тут были свои причины государственного порядка. Ну, плюс к этому добавляется еще известная история с имяславческими спорами, которые тоже во многом тут усугубили эту ситуацию. Но так или иначе, было очень тяжело русскому монаху остаться на Афоне. Кому-то это удалось, как, например, Силуану Афонскому. Но большинство все-таки были вынуждены вернуться. Ну, и плюс к тому, зная просто уже личность преподобного Лаврентия, можно предположить, что он очень любил свою Родину. И ему все-таки было как-то уютнее в родных местах. Поэтому он даже никуда особо не стремился выехать. То есть, вот как он родился в этой Черниговской губернии, так он там и прожил фактически всю свою жизнь. А как сложились отношения преподобного Лаврентия Черниговского с советской властью? Понятно, что они носили вынужденный компромиссный характер. То есть, преподобный Лаврентий, он понимал, что власть это богоборческая, что эта власть не по воле Божьей, а именно по божественному попущению существует на территории нашей страны. Но вместе с тем, с попущением Божьим тоже нужно считаться. Уходить в катакомбы, как это сделали некоторые, он понимал, что это не выход, потому что всех людей в катакомбы с собой все равно не уведешь. Это все-таки большая паства, и нужно было как-то ее окормлять. И он был вынужден каким-то образом выживать в этих очень трудных обстоятельствах, когда закрывались храмы, монастыри, было всеобщее разорение. Но вместе с тем, надо сказать, что преподобный Лаврентий ко всему этому относился, даже не то чтобы философски, а он относился с какой-то совершенно высшей точки зрения. То есть у него было спокойствие уже святого человека, который знал, чем все это закончится. Поэтому, когда ему говорили, вот что же теперь делать, как нам поступить с церковной утварью, с книгами, вот куда теперь это все девать, он говорил, спокойно сохраняйте это все, это еще пригодится. Все, что сейчас делается, это не столь уж продолжительно. Есть некоторые из присутствующих, живущих уже ныне, которые переживут эту богоборческую власть. Поэтому он говорил, что, поверьте мне, это все будет иметь скорый конец, и довольно бесславный ожидает всю эту власть. И это очень многих людей ободряло, потому что в словах преподобного Лаврентия люди ощущали не просто утешение ради утешения, они ощущали уже реальное знание будущего. То есть Господь открывал ему многие судьбы и мира, и церкви. И, соответственно, к этой власти он так и относился. Он понимал, что да, были в жизни русской церкви такие стороны, ради которых Господь не попустил эту богоборческую власть. Это было огненное, но очищение и для государства, и для церкви, и для народа. И, соответственно, он к этому относился. Но вместе с тем он понимал, что хотя результат этого правления власти для церкви будет оздоровительным, да, он будет очистительным, но это не оправдывание само, это богоборческой, сатанинской власти. Поэтому совокупность этих факторов и определила его такое терпеливое, не злобивое, но вместе с тем весьма сдержанное отношение к советской власти. А что можно сказать о времени, которое преподобный Лаврентий провел в немецкой оккупации? Это очень интересная страница в жизни преподобного. К тому времени, когда началась немецкая оккупация в Украине, преподобный Лаврентий был уже весьма известным и авторитетным старцем. Куда-либо выезжать ему было бессмысленно, потому что в его-то годы не было никакого резона это делать. Он мог просто не перенести тяжести, нагрузок этого переезда. Ну и кроме того, даже если вдруг его постигл, скажем, гнев оккупационных властей немецких, то он уже не боялся смерти. Он понимал, что и так рано или поздно, и уже не так долго ее ждать, как она придет. И потому он исполнял то служение, на которое считал себя призванным. И вот что любопытно, в нем пробудилось, я бы сказал, какое-то второе дыхание, довольно большая энергия. И пользуясь тем, что в годы оккупации церкви предоставили свободу на этих территориях, он начал восстановление Троицкого Черниговского монастыря. Раньше это был мужской монастырь, и он хотел его воссоздать как мужской. Власти немецкие были не против этого, не позволили ему это сделать. Но не было просто мужчин. То есть все были либо в Красной армии, либо уже кого-то убили, либо кто-то просто где-то прятался от мобилизации. То есть братью набрать было практически невозможно. Пришлось сделать женский? Пришлось сделать женский монастырь, и сразу ему удалось набрать 70 сестер для этого монастыря. И таким образом это была уже с самого начала такая организованная, довольно многочисленная обитель, которая была всецело под его духовным окормлением. То есть в отличие от советского времени, когда ему приходилось жить где-то на квартире, тайно совершать богослужение, тот он мог совершенно спокойно, например, в 1942 году просто служил в Большом соборе пасхальную службу. И вместе с тем он отнюдь и не был коллаборационистом, он отнюдь ни в чем не листил, не прислуживал немецким властям. Он просто исполнил свое служение как пастырь, как христианский проповедник. Ну а, конечно же, где-то в кулуарных беседах, когда его спрашивают, кто же все-таки победит, он не скрывал, что немецкая власть весьма скоротечна, что все-таки победа будет именно за нами. То есть он был настоящим патриотом, но по необходимости был вынужден говорить об этом все-таки в полголоса, неявно, потому что он понимал, что иначе его служение закончится гораздо раньше, чем Господь это предусмотрел в своем промысле. А каким был конец жизни преподобного Лаврентия Черниговского? За полгода, ровно до своей кончины, преподобный Лаврентий предсказал, что через шесть месяцев Господь меня призовет. Именно так это и произошло. То есть он уже, как прозорливый старец, прекрасно знал, что в этом возрасте, в 82 года, ему придется покинуть пределы этой земной жизни. Но он целиком и полностью исполнил свое служение. То есть он видел много на своем веку, он дождался этой великой победы над фашизмом. И надо сказать, что время, когда он приставился ко Господу, это было время очень светлое, не только для государства победителя, но и для церкви русской. Потому что вот в эти годы, послевоенные, Сталин, он начал открывать храмы, монастыри. И это все не могло не радовать преподобного Лаврентия. Хотя он понимал, опять же, и обратимость этого процесса. То есть он предсказал многие из тех событий, которые последовали в последующие годы, в частности, в 90-е даже годы XX века. И некоторые из его предсказаний относятся к дальней перспективе, то есть уже к концу времен. Поэтому он понимал, что еще многое предстоит пережить в русско-православной церкви. Но вместе с тем он уходил с сознанием того, что все, что он мог сделать для церкви, он это на самом деле осуществил. Отец Дмитрий, скажите, а какими были отличительные особенности святости преподобного Лаврентия? Преподобный Лаврентий Черниговский был очень смиренным человеком. И у него было много немощи, болезней, и он терпеливо их переносил. Надо сказать, что еще в раннем детстве он упал очень неудачно. И последствия травмы были таковы, что у него левая нога стала длиннее, чем правая. И он был фактически калекой. То есть он был вынужден передвигаться с палочкой, он постоянно хромал, и у него были сильные боли в ногах в течение всей его жизни. Но он это все воспринимал очень терпеливо и послушно о божественной воле. И вот это чувство особой любви к Богу, оно всегда его отличало. И оно соединялось с какой-то такой особой кротостью, смирением, тихостью. Он никогда никого не осуждал, он никогда ни о ком не говорил плохо. Ну а когда он уже достиг именно высокой святости, то у него был особый дар прозорливости, который многократно проявлялся, причем в самых разных ситуациях, даже в бытовых ситуациях. Один раз Владыка Иоанн Соколов к нему приехал в гости. И когда он погостил у него какое-то время, собирался возвращаться. И ему старец сказал, Владыка, вы можете подождать до завтра. А архиерем сказал, да нет, у меня много дел, в епархии надо срочно уезжать. Ну и понятно, что преподобный не стал настаивать. Но прошло какое-то время, и вечером этого дня преподобный Лаврентий сказал женщинам, которые у него жили в этом доме, которые прислуживали, подойдите к воротам, откройте, это Владыка, он уже замерз. Они говорят, да как, он уже давно уехал. Он говорит, да нет, он никуда не уехал. И вот когда они открыли ворота, видят, что под воротами стоит архиерей, в которой себя чувствует очень неловко, что пришлось возвращаться. И именно пришлось послушаться, получается, Лаврентия Черниговского, который говорил, что не надо было выезжать, а вернулся потому, что дорогу полностью размыло, ехать было невозможно. То есть за ночь уже она бы обсохла, и он мог поехать с утра. А так вот пришлось вернуться. Были другие ситуации, более серьезные. Например, одна женщина, которая приехала за духовным руководством к преподобному Лаврентию Черниговскому, она собиралась сесть на поезд и вернуться к своему сыну. И преподобный ей сказал, что зачем так торопиться? Вот сейчас еще тут посидим, вот пообщаемся, надо чайку еще попить, вот самовар надо поставить. Он говорит, да нет, я опоздаю на поезд, надо срочно ехать. Он говорит, да не нужно, если даже опоздаешь, то не страшно, можно и вообще не выезжать. Вот сейчас уже точно опоздаешь. Так что давай уже тут заночуешь в нашем доме, тут много у нас комнат. И она вот у нее хватило благоразумия послушаться. Старца, и буквально прошло совсем немного времени, уже буквально поздним вечером этого дня по радио передали, что поезд, на который она не села, сошел с рельсов, потерпел крушение. То есть он буквально спас ее, если не о смерти, то явно от больших неприятностей. Как относился преподобный Лаврентий к обновленческому расколу? Надо сказать, что одной из таких вот ярко выраженных черт преподобного Лаврентия была каноническая принципиальность. То есть при всей его мягкости, доброте, благодушии, в вопросах, которые были связаны с юрисдикцией церковной, он был очень строг и очень принципиален. Поэтому он сурово обличал обновленцев, когда этот раскол имел место у нас в церкви в 20-е годы в особенности. И когда уже этот раскол был преодолен, он, в частности, очень негативно отзывался о Карловацком расколе, когда вот впервые об этом стало известно, и потом, в последующие годы, когда наметилось явное напряжение между Московской патриархией и Карловацким синодом, он был всецело на стороне Московского патриархата. То есть он, конечно, прекрасно знал, что приходилось идти на компромиссы к патриарху Сергию Строгородскому, и до того, как он стал патриархом, когда он был еще только заместителем патриаршего, вместо облюстителя, а потом вместо облюстителем патриаршего престола. Но все равно он понимал, что это вынужденные компромиссы, что без этого обойтись нельзя. То есть он всецело поддерживал именно юрисдикцию Московского патриарха. И что весьма любопытно, одной из таких главных тем его предсказания является то, что со временем в Киеве и в целом на территории Украины появится новый раскол. Появятся новые раскольники, которые захотят иметь в Киеве патриарха. И вот об этом часто говорил преподаватель, что никогда не было патриарха своего в Киеве. А они скажут, что нет, должен быть патриарх. Они своего выберут патриарха и будут говорить, вот у нас есть теперь свой патриарх. И вот он говорил, что я вас предупреждаю, что это не настоящий патриарх, что патриарх у нас один, церковь у нас одна. И крещение принимала не Украина, а принимала Русь. Вот почему-то преподаватель Ларитию совсем не нравилось вот это вот слово потребление, когда говорили об Украине, об украинской церкви. Он говорил, что мы все принадлежим к Руси. У нас общие предки, у нас святая Русь. И мы должны стремиться к тому, чтобы именно сохранять единство России, Украины, Беларуси. Он считал, что вот это единство, оно имеет очень большое значение в целом для православия. Так что вот в этом отношении у него были такие вот очень устойчивые и последовательные взгляды, которых он придерживался на протяжении буквально всей своей жизни. Расскажите, пожалуйста, об эсхатологических пророчествах преподобного Лаврентия. Как мне кажется, во многом известность и популярность, если так можно сказать, почитаемость преподобного Лаврентия в современном обществе, в Русской Православной Церкви, она как раз обусловлена в очень большой степени именно его эсхатологическими предсказаниями. Потому что во многом вектор его такого дара прозорливости был направлен на будущее, на то, что, наверное, его самого тоже во многом интересовало. И он говорил о том, что не так далек день второго пришествия Христова, что нужно быть бдительными, потому что пришествие Антихриста – это довольно близкая реальность. У него есть некоторые даже конкретные об этом пророчества. И такое создается впечатление, что у него буквально были какие-то видения того, как это все будет происходить. Он говорит, что будет такая картина, что в одном доме, в одной семье жена будет спорить с мужем и говорит, что вот, говорят, что нужно принимать печать этого правителя, которого ты называешь Антихристом. Я считаю, что принять ее нужно, потому что у нас дети, которых нужно чем-то кормить. А муж будет ей говорить, что нет, я лучше буду где-то, не знаю, питаться травой, чем угодно, но я не могу принять печать Антихриста. То есть вот когда читаешь эти его предсказания, они довольно простым языком выражены, но видно, что буквально для него была какая-то очевидность, что он это не придумывал, не фантазировал, а он это видел, он буквально был свидетелем, очевидцем этой ситуации. Такие вещи нельзя подделать или фальсифицировать, это непосредственная истина. Есть и другие у него высказывания, он говорит, например, в частности, когда на выборах есть несколько кандидатов, то эта ситуация нормальна. В таких выборах можно и нужно участвовать, проявлять свою гражданскую активность. Но если предлагают голосовать за одного, и этот один является главой всего мира, или претендует таковым стать, то в таких выборах участвовать нельзя, потому что это уже признак именно того, что это будет Антихрист. Есть предсказания у преподавателя Лаврентия о Третьей мировой войне. Казалось бы, только одна война великая закончилась, и все радовались наступившему миру, а он говорил, нет, будет еще война, после которой вообще мало кто останется в живых. И вот когда эта война все-таки завершится, вот тогда люди, которые, захотя себя обезопасить от возможных прецедентов такого рода, они будут согласны на все, в том числе и на власть одного человека над всеми государственными странами мира. Вот это и будет пришествие Антихрии. Можно предположить, что он говорил про ядерную войну? Может быть. Насколько мне известно, этого слова он не употреблял, и, наверное, даже и не мог, потому что, в общем-то, в то время только ядерное оружие изобреталось. Курчатов изобрел ядерную бомбу в 1946 году, но американцы на год раньше провели первое испытание. Я не знаю, насколько был тогда употребителем сам этот термин – ядерная война, и насколько он мог быть известен преподавному Лаврентию. Но, тем не менее, он говорит о какой-то крайне опустошительной войне, которая не сравнится с той, которая только что закончилась. Так что в этом плане он не пытался строить каких-то розовых иллюзий насчет длительного дальнейшего мира и процветания. Он говорил, что да, церковь получит свободу, что будут восстанавливать храмы, что великолепие храмов в церкви достигнет небывалого просто блеска. Но он говорил своим последователям, чтобы они в украшении их черниговских храмов, монастырей не особенно усердствовали. Он говорит, что вы будьте умерены. Главное, не в золочине куполов. Главное, вы думайте о духовном, о том, чтобы людей приводить к вере. И вот в этом он проявлял, я считаю, очень такое вот, я бы сказал, даже качество именно святого преподобного человека, в чем-то близок к Нилу Сорскому, наверное. Ну и вместе с тем он говорил, что во времена Антихриста храмы будут существовать, они будут открыты, они будут блестяще украшены, но в них ходить будет нельзя, потому что там уже не будет совершаться бескромная жертва, а будет мерзость запустения. Расскажите, пожалуйста, про историю прославления преподобного Лаврентия Черниговского. Надо сказать, что преподобный Лаврентий был святым человеком уже при жизни, и все это знали, кто с ним общался, поэтому почитание его как святого, оно было очень распространенным уже при его жизни. А сразу после смерти, ну тут уже никто не сомневался, многие приходили для того, чтобы служить по нему панихиду, для того, чтобы получить от него именно помощь некую в своих жизненных трудностях. Поэтому я считаю совершенно нормальным явлением, что его причисление к лику святых произошло сравнительно быстро. То есть через 43 года после его кончины он умер в 50-м году, а уже в 93-м он был прославлен в лике святых. И вот буквально вскоре после его канонизации я был в городе Чернигове, когда его рака с мощами, она стояла вообще без всякой сени, все было довольно просто тогда еще, вот буквально только его причислили к лику святых, и его гробница вот стояла там в Троицком соборе Черниговского, Троицкого монастыря. И вот тогда уже я имел возможность приложиться к его святым мощам и ощутить, насколько велика благодать исходит от этого человека. Поэтому я думаю, что так и должно быть в истории Церкви. Когда святость человека не вызывает ни у кого никаких, ни малейших сомнений, зачем искусственно удлинять период его канонизации? Надо этот светильник, который сам Господь возник, ставить его на свечницу, чтобы он светил всем в Церкви. Какие существуют формы почитания преподобного Лаврентия? Эти формы классические, то есть существует служба преподобного Лаврентия, есть иконы преподобного Лаврентия, которые, кстати, очень распространены, и уже буквально в год его прославления, когда еще не было софринских икон, а были даже просто такие вот фотографии с иконой преподобного Лаврентия, которые сами уже по себе приобретали статус маленьких иконок и распространялись таким образом. Ну и я думаю, что самая главная форма почитания – это молитва к преподобному Лаврентию, которая может возноситься не только в храме, но и в домашних условиях. То есть это уже святой, помощь которого многократно засвидетельствована. Поэтому в различных жизненных обстоятельствах к ним можно и нужно за помощью обращаться. Тем более, что это был человек, который прекрасно знал реалии нашей жизни. То есть это вот уже практически наше время. Он ровесник наших бабушек и дедушек, можно сказать, ну, по крайней мере, прабабушек и прадедушек, их современник. И потому, я думаю, что он никогда не проигнорирует ни одной молитвы, которая к нему возносится от искреннего православного сердца. Спасибо Господи, отец Дмитрий, за содержательную беседу. А теперь, дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова